Субтитры подогнал «Симон» Вахштабы набивали трубки Многие говорили, что он зря растрачивал себя Что слишком мало внимания уделял музыке Дома было очень тепло, свежего воздуха Она боялась, как огня, и он боялся Я приехал в такое-то место Там была молоденькая барышня, которая занималась музыкой Я для нее сочинял романс Нравятся интересные и познавательные ролики? Тогда подписывайтесь на Лекторий Достоевский Только самое важное и увлекательное! Приятного просмотра! Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Абаулин И сегодня я предлагаю поговорить о Михаиле Ивановиче Глинке Персоне абсолютно загадочной Которого знают все и не знает никто Почему? Мы сразу говорим Глинка, великий русский композитор Основоположник русской композиторской школы И на этом запинаемся Потому что что он именно основу положил Кого он учил Какие от него расходились в разные стороны дороги И почему же, собственно, он первый композитор Если до него было множество композиторов До него было много опер даже написано Если говорить об оперном жанре Где он точно занимает первую позицию Каким он был человеком Вот об этом предлагаю подумать Попытаться найти какие-то ответы Или, может быть, даже задать какие-то вопросы Хороший вопрос иногда бывает лучше, чем плохой ответ Иногда я слышу Бумажные книги больше не читают Книги умерли Это смешно слышать Ничто не заменит мне минут Проведенных с моими детьми за чтением Воспоминания о том Как я учила их читать Как они познавали новое И становились умнее на глазах Мой любимый книжный Достоевский Рядом с Кремлем Приятная атмосфера Постоянные покупатели, с которыми мы уже здороваемся Внимательные продавцы, которые в курсе моих вкусов Всегда посоветуют и подскажут Ни с чем не сравнимое удовольствие После прогулки Усесться в любимое кресло С книжной новинкой И выпить чашечку ароматного кофе Спасибо Если вы не были в Достоевском Не лишайте себя этого удовольствия Но все-таки Что было до Глинки Что он изменил И что изменилось, может быть, помимо его воли После него Ну, первое, что удивляет То, на какой музыке рос Глинка Вот если открыть Его совершенно замечательные записки Он писал их в конце жизни Для друзей, не для широкой публикации Поэтому там был очень откровенен Их долго не печатали Поскольку слишком резкие мнения Глинки Могли повредить кому-то из его современников Могли показаться шокирующими Да и, в общем, до сих пор Его откровенности вновь удивляют И вот если посмотреть Первое его музыкальное впечатление С чего мы сейчас начинаем Если говорить о знакомстве с классической музыкой Покупаем диск Моцарт для малышей Баг для малышей Первое музыкальное впечатление Глинки Это соната композитора Крузеля Ну, если правильнее Крузеля Но, в общем, без справочника Разобраться, кто это такой Его сейчас никто не слушает, не знает Но она так впечатлила маленького Глинку Что он долго не мог заснуть Несколько дней не мог нормально заниматься Со своим домашним учителем И тот догадался, что вот это впечатление от музыки Следующее впечатление Домашний оркестр, который он слушал Играл увертюры из известных в то время опер Имена композиторов Ну, тут их можно хотя бы запомнить без справочника Это Мигюль, Буальдио, Крейцер Ну, все равно это не композиторы первого ряда И, в общем, некоторые из них даже не второго ряда Первое, что очень важно Глинка приходит в тот момент Когда нету строгой иерархии Нету системы воспитания Мы тоже помним, что никакой консерватории Ни в Москве, ни в Петербурге Нигде не было Консерватории существовали в Европе Композиторские школы существовали в Европе Итак, Глинка растет дома Это домашнее воспитание Воспитание барское Воспитание богатого человека Он практически никогда не нуждался в деньгах Для него музыка не была средством заработка Как для многих его современников Он не был в этом смысле профессиональным композитором Такой забавный момент из его записок Он решил в очередной раз ехать в путешествие за границу И беспокоясь, чтобы он не простудился Маменька купила ему карету Ну вот такие вещи она могла себе позволить Позже, когда он жил в Париже И надумал поехать в Испанию Он тоже испрашивал согласие маменьки Она долго ему отказывала Не потому, что жалела денег Денег она ему изрядно уже к тому моменту прислала Но опасалась, как бы с сыном ничего не случилось во время этого путешествия Домашнее воспитание, изнеженность Первые годы он жил даже не с родителями, а с бабушкой Она боялась сквозняков, не выпускала его, кутала Всегда дома было очень тепло, свежего воздуха Она боялась, как огня И он боялся Позже, попав к матери Она попыталась его знакомить уже с природой, свежим воздухом Но интерес оставался какой-то такой чисто умозрительный И Глинка рос болезненным мальчиком Потом болезненным юношей И, в общем, всю жизнь оставался болезненным взрослым В этом отчасти ответ на вопрос Почему он не написал так много, как мог бы написать Учитывая характер его таланта В его записках постоянно Жалобы на то, что он не смог продолжить сочинять какое-то произведение Почувствовав боли, расстройство сна Надо сказать, ему везло в кавычках с докторами Лечение тогда находилось на не очень хорошем уровне Прямо скажем, например, одна из его поездок на Кавказ, на Минеральные воды Он поехал, как он сам пишет Потому что его сестра, страдавшая припадками Ее лечили при помощи магнетизма Модный тогда способ лечения И она в момент сонамбулизма Сказала, что ему необходимо ехать лечиться на Кавказ И он поехал Его там окунали в нарзанные ванны Ему это не помогало Он потерял сон В том числе из-за того, что его по ночам кусали блохи И такое ощущение, что вся медицина, связанная с Глинкой Она продолжала всю жизнь быть примерно такой же Все, что он не делал Было достаточно печально сложно Стасов, один из его первых биографов Человек, написавший большую серьезную работу Опираясь на записки Глинки Он вообще считал, что и поездка в Италию была вредна для него Что там тоже его здоровье ухудшалось Но зато в Италии он узнал другое Он узнал музыку, он узнал оперу Узнал, как писать для голоса Так что в этом отношении он не прогадал Я назвал Стасова И тут следует остановиться на этой фигуре Теоретик, идеолог могучей кучки Уже последующего поколения русских композиторов Он, наверное, первым начал воздвигать Глинке памятник Уже посмертный Провозгласил его великим композитором Утверждал, что романсы Глинки несравненно лучше, чем романсы Шуберта Песни Шуберта, которые скоро забудут И вообще обещал ему большое будущее Вот он стал создавать такой культ Глинки Который в той или иной форме дошел до нас Культ это, с одной стороны, хорошо И, в частности, поэтому мы Глинку называем первым композитором Он образец Друзья, хотим напомнить вам о приложении Лекторий Достоевский Все наши лекции, курсы и подкасты в вашем смартфоне абсолютно бесплатно В приложении можно смотреть и слушать видео в фоновом режиме и даже без интернета Скачивайте приложение по ссылке в описании И открывайте для себя новое вместе с Лекторием Достоевский Каждый следующий композитор, заходя на это поприще, уже видел перед собой Глинку Видел проблемы, видел какие-то издержки Что-то пытался скорректировать Но образ, который перед ним стоял, уже был С другой стороны, этот идеал, этот идол Он, естественно, превращается в миф из живого человека И тут мифы менялись со временем, в XIX веке Напирали на то, что Глинка был обласкан императором На его почти влюбленное чувство по отношению к императору Он сам об этом пишет в записках, что ему там пожаловали перстень Драгоценный после премьеры оперы «Жизнь за царя» Путешествие в Италию В этот момент он уже сочиняет Сочиняет довольно робко Основной побудительный мотив, как у него, мне кажется, всю жизнь Я приехал в такое-то место Там была молоденькая барышня, которая занималась музыкой Я для нее сочинял романс Вот эта история встречается несколько раз в его записках Вообще отношения Глинки с женским полом Они довольно сложные, напряженные И это, мне кажется, тоже следствие вот этого домашнего женского воспитания Он и очень тянется, и очень боится, как мне кажется, ответственности Ну, во всяком случае, проходит через его жизнь Даже если отложить историю «Неудачную женитьбы», где явно с самого начала был мезальянс Но тоже несколько раз очень похожим образом Глинка описывает Я познакомился с какой-то девушкой Безотчетно стал к ней тянуться Ну и потом вот в одном случае оказалось, что она стала его женой Через год буквально семейная жизнь разладилась Дальше уже там совсем макабрические истории начинаются Что она при жизни Глинки обвенчалась с другим Когда Глинка попытался на этом основании настоять на разводе То его жена стала утверждать, что она вообще ничего не делала Стояла в церкви, слушала пение Рядом стоял какой-то симпатичный молодой человек А священника, который сделал запись о венчании, подкупил сам Глинка История, ну, в общем, какая-то безумная, сложная Но так или иначе, вот с семьей не получилось Следующая очень большая привязанность Глинки Это Екатерина Керн Дочь Анны Керн Ей посвящен знаменитый романс «Я помню чудное мгновение» Удивительно, Пушкин посвящает стихи матери Через какое-то время Глинка пишет на эти стихи романс Посвящает дочери Отношения там были гораздо более искренними Но сложными, тяжелыми, болезненными Какое-то время мешал развод Вот это отсутствие развода Когда развод был получен Глинка пишет очень странную фразу И как-то чувства остыли И прежних чувств уже не было Ощущение, что он все-таки в какой-то момент Боится ответственности Ну, кто-то из мемуаристов утверждает Что он боялся, что появятся дети Которые будут шуметь и отвлекать его От чего, кстати, отвлекать? Только от творчества Мешать спать Ну, меланхолия Мнительность Ну, вот, наверное, какие-то такие черты характера Поэтому он очень часто оказывается В веселых холостяцких компаниях Но вернемся в Италию В Италию, где он узнает оперу Узнает музыку И это, конечно, становится настоящей его любовью Он попадает туда в начале 20-х годов В расцвете оперы Бельканта Два великих композитора тех лет Беллини и Деницетти С ними Глинка знакомится С ними Глинка начинает обсуждать Какие-то художественные вопросы Особенно сближается с Беллини Он ходит на премьеры опер Слушает лучших певцов того времени Тоже для развлечения Каких-то итальянских компаний Сочиняет произведения Секстет На темы из оперы Деницетти На тему из опер Беллини Он становится композитором в итальянском стиле И одновременно, оттачивая этот стиль Он начинает понимать, что он не итальянец Вот это тоже парадокс Который с Глинкой долго будет идти Его, с одной стороны, итальянская стилистика С другой стороны, абсолютно не Белькантовое мышление Как композитора Бельканта В переводе с итальянского Это прекрасное пение Красивое пение Глинка пишет так, что нужно петь красиво Но в то же время он требует от певцов Совершенно других вещей Ну, давайте попробуем с другой стороны Заехать О культе Глинки Все знаем, что Один из главных композиторов Когда мы приходим в Большой зал Московской консерватории Портрет Глинки находится напротив портрета Чайковского У самой сцены И нужно помнить, что в конце 19 века Когда эта портретная галерея задумывалась и создавалась Там русских композиторов было еще меньше Мусоргский, Драгомышский появились позже Уже в советское время Когда была замечена диспропорция Что там слишком много иноземцев А есть всего четыре русских композитора Там были Глинка, Чайковский на почетном месте Прямо около сцены Рядом с ними Бах и Бетховен И на противоположном конце были Рубинштейн и Бородин С позиций конца 19 века Глинка – это один из топ-четверки Русских композиторов Это, наверное, продолжается до сих пор Тем не менее, парадокс Опер Клинки на отечественных сценах Ну, почти нет Не то, чтобы нет совсем Но гораздо меньше, чем должно бы было быть Ну, правда, тут, наверное, все могут Из вышепоименованных композиторов Демон Рубинштейна Так всяк идет Остальные оперы совсем забыты Бородин, Князь Игорь От случая к случаю иногда Но только Чайковский не может пожаловаться И то на несколько опер Которые постоянно в репертуаре У Глинки их всего две «Жизнь за царя» и «Руслана Людмила» Почему они не идут? Я разговаривал совсем недавно С руководителем театра САЦ Георгием Исаакяном Он готовится к постановке Театр САЦ обещает открыть свою большую сцену После реконструкции именно постановку Оперы «Руслана Людмила» И вот Георгий Исаакян сказал, что Ну, эта опера Во-первых, она, конечно, непропорционально огромная По нынешним временам Там, если исполнять всю музыку Будет около пяти часов И нужно всерьез понимать, что Ты вот пришел и в этот день У тебя никаких других занятий нету ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наблюдение Георгия Исаакяна Это диспропорция Очень длинная экспозиция Когда еще ничего не происходит Мы ждем, когда же завяжется А ключевые моменты Там, вроде Обретение меча Они протекают за несколько секунд Где, что, а, а И мы уже мчимся дальше Вот эта сложность Сложность, что надо Что-то сейчас делать Нельзя просто взять и поставить эту оперу Как она шла в девятнадцатом веке Такая постановка есть Она идет в Мариинском театре Но я помню, когда первый раз На этом спектакле побывал Там пела она нетрепко Людмилу Спектакль начался днем И, по ходу, я стал понимать Что из него некоторые картины Видимо, выбрасывают Потому что боятся не успеть К вечернему спектаклю закончить Там вдруг раз Написано краткое содержание Какая-то сцена Этой сцены не было То есть даже такой Вот протяженный Развернутый спектакль Он сейчас невозможен При всей лояльности публики Какие есть варианты Обращения с Русланом и Людмилой Чего там не хватает Там, конечно, не хватает Пушкина То есть, с одной стороны Это пушкинский сюжет С другой стороны От Пушкина там имена Какие-то фабульные события Там нету пушкинской иронии Пушкинской легкости Вот, которая так восхищает Глинка и Пушкин Вообще, это очень Такая прямая параллель Одним из первых Их сравнил Стасов Все тот же Он говорил, что Так же, как Пушкин был Основателем, первопроходцем Русской словесности Точно так же Глинка становится Первопроходцем в русской музыке И этот альянс Казалось бы, он естественным Ну вот, Пушкина В Руслане и Людмиле Глинки довольно мало Но «Жизнь за царя» Более цельная Более собранное Такое более монументальное Произведение Ну тут тоже понятно Сейчас сложно Ставить исторические оперы Поскольку, ну, ощущение Какой-то неправды Стремление Как-то осовременить действие Это проблема Которая будет вставать Перед любым режиссером Который ставит жизнь за царя И в ней как раз Видно, что нового Делает Глинка По сравнению С предыдущими композиторами Тут необходимо вспомнить Что до Глинки Сюжет об Иване Сусанине Уже разрабатывался На оперной сцене Итальянский композитор Катерина Кавас Написал оперу Иван Сусанин Это была комическая опера В которой Все заканчивалось благополучно Сусанин Проводив Придурковатых интервентов По лесам Дожидался Прихода русского отряда Они его освобождали Хэппи-энд Он пел Куплет На Бога надейся А сам не плашай Должен веселиться Добрый человек Ну и все Ура замечательно Прекрасно Возможно Одна из версий Почему Оперу Которую Глинка Для себя В ходе работы Называл именно Иван Сусанин Почему она получила Название Жизнь за царя Возможно Прозаическое объяснение Чтобы не путали С Иваном Сусанином Каваса Что В Иване Сусанине В Жизнь за царя Итальянского Что русского Помню Своё огромное Удивление Вот Тот момент Когда Глинка В качестве Итальянца Передо мной Предстал Просто В полный рост Что называется Когда я впервые Услышал запись Сделанную В середине 20 века Дирижером Игорем Маркевичем Там поют Зарубежные певцы Некоторые из них Хорошо знают Русский язык Николай Гедда Который поёт Сабинина Борис Христов Который Поёт Сусанина Кто-то Не знает Русский Судя по всему Совсем Как Тереза Штихренделл Но она Как раз Совершенно Потрясающая Антонида И вот Это кажется Тот случай Когда Внимательный Компетентный Но чуть-чуть Взгляд со стороны Открывает Нам новые Грани Позволяет нам Услышать Музыку Совершенно По-новому Ну особенно Если послушать Терцет Нитамира Димой Это просто Ну Бельканта В чистейшем Высочайшем Его воплощении Красота Невероятная Просто Момент Такой Абсолютно Музыкальной Медитации И в то же время Вот Пользуясь Средствами И технологией Бельканта Глинка Ищет Совершенно Других вещей Ну во-первых С тем же Произведением С той же Оперой Связана Очень любопытная История Там есть Мальчик Ваня Сирота Который живет В доме Сусанина Его пела Певица Воробьева Контральта И в ее Воспоминаниях Очень интересная История Что Глинка Ей много Объяснял Об этой Опере И Сказал Что вот У меня Возговорили Что у вас Потрясающий Голос Это хорошо Мне Возговорили Что у вас Очень много Чувства В пении Вот тут Надо быть Осторожным И когда вы Поете Песню Там нужно Там нужно Быть Абсолютно Без Чувства Абсолютно Механистично Неярко Стерта Она Будучи Человеком Умным И интересующимся Спросила А почему Почему нужно Так Если вы мне Объясните Я конечно С удовольствием Это сделаю И он сказал Что эта песня Не то Что думает В этот момент Ваня Он сидит Занят Какой-то работой И машинально Что-то напевает Да вот Драматургия Создаться только В том случае Если Песня Не будет звучать Как что-то Прочувствованное Она будет Только фоном Почему Мы говорим О том Что Жизнь за царя Это первая Русская национальная опера Ну Во-первых Не просто Русское содержание Не просто Русские мотивы Их брали И другие Композиторы Даже композиторы Иностранцы У Бетховена Есть Вариации На тему Русских песен Дело не в этом Дело Ну Я бы сказал Наверное В проблематике Традиционно В опере Если это Сложная Серьезная Опера Действуют Благородные Герои Люди Низшего Сословия Действуют В комических Операх Ну вот Вспомним Еще раз Ивана Сусанина Кавас Хоть это И патриотическая Но комическая Опера Глинка Берет В качестве Главного героя Крестьянина И это Безусловно Герой Трагический В полном смысле Этого слова Глинка Глинка Очень мало В своих записках Пишет О творческой Кухне Но как раз Про Эту Оперу Эту сцену Он пишет Довольно подробно Что Когда он Писал Сцену смерти Ивана Сусанина Ему было страшно И у него Волосы От ужаса Шевелились На голове Но опять же Вспомним Что Глинка Это человек Мнительный Болезненно Возбудимый И вот Даже собственно Как раз Собственная работа Собственное искусство На него Производит Такое Огромное впечатление Про Глинку Очень многие Говорили Что Он Растрачивал Свой талант Он Вел Слишком Безалаберную Какую-то Богемную Жизнь Ну Богема Это подразумевается Наверное Бедность Он был Аристократической Богемой Когда он Жил в Петербурге Глинка Каждую неделю Практически Бывал В гостях У Жуковского А там Собирались Лучшие люди Того времени Там бывали Пушкин Гоголь Плетнев То есть Его Круг его знакомства В момент Наивысшей популярности Был Ну Самым Что ни на есть Лучшим Многие говорили Что он Зря Растрачивал себя Что Слишком мало Внимания Уделял музыке Ну Отчасти Он сам Отвечает На эти упреки Тем Что зачастую Так плохо Себя чувствовал Был изможден Бессонницей Как только Он начинал Работать Тут же Возвращались Боли От которых Его лечили Вот теми Самыми Ужасными Средствами Там Там Естественно Упоминается Выпивка Интересно Кстати Что такое Варштаб Которым Набивают Трубки Это Смесь Из табака Нужно взять Хороший Табак Добавить К нему Патоки Сахара Корицы Какао И Долгое Время Варить В уксусе То есть Что-то Похожее На современное Кальяное Поэтому Портрет Глинки С трубкой Курительной Он В общем О многом Очень может Сказать В его Привычках Да Он был Именно Таким Да Он Не получил Систематического Образования Хотя Ну что Значит Не получил Он Занимался В Германии В течение Трех Месяцев У педагога Который В основном Учил Контрапункту У профессора Дэна Мало Да Конечно Мало Но То Что схватывала Глинка Это вот Была такая Губка Которая Способна Была Впитывать Совершенно Из самых Разных Источников Он Об этом Зачастую Вспоминает Где-то В проброс Ну например Что Поехав На Иматранский Водопад Это Нынешняя Территория Финляндии На обратной Дороге Он услышал Песню Записал Ее И потом Она стала Прообразом Баллады Финна В Руслане Людмиле Или как К нему Вдруг Ночью В морозе На почтовой Станции Пришел в голову План финала Руслана Людмилы Ну и вот Эти занятия Контрапунктом Профессор Давал ему Тему Из которой Нужно было Сочинить Фугу И вот Очень интересная История Мне кажется Она очень много Говорит И о педагогике И о глинке Сложная тема Он сочинял Пришел На следующий урок Ничего не выходит Несколько тактов Каких-то Совершенно невнятных Что с ними делать А фугу Надо писать По строгим правилам То есть Нужно проводить Одну и ту же Тему В разных голосах Потом она должна Встречаться С противосложением Ну то есть Это Такое научное Скорее занятие Чем Просто вдохновение Второй раз Опять не получается И тогда Педагог проиграл Это оказалась Тема Одной из фуг Глинки Одной из фуг Генделя И Гендель Отбрасывает Практически Семь первых тактов И берет Только последний Именно последний Такт Этой темы Становится Основой для работы Композитора И Глинка пишет Что Вот этот момент Эта секунда Она была Дороже Чем многие месяцы Занятий Он понял То чего Он не понимал Раньше То вот Как надо Ограничивать Как надо Работать С музыкальным Материалом И так Он впитывал Из любых Источников Из поездки В Испанию Он привез Совершенно Замечательное Произведение Арагонская Орагонская хота Которая До сих пор Часто звучит В концертах Ночи в садах Испании Воспоминания Об Испании Вот точно так же Он собирал И вкладывал Суммировал Может быть даже С избытком Какие-то мотивы В Руслане и Людмиле Он был Одним из первых Русских ориенталистов Говорят, что Какие-то мотивы Ему наигрывал Грибоедов Какие-то Айвазовский Вот Все это Шло Шло в копилку Ну а что касается Безалаберности Ну тут Я вспоминаю Знаменитую фразу Из фильма Берегись автомобиля Насколько бы лучше Вечером играла Ермолова Если бы она Днем стояла У шлифовального станка Ну вот Насколько бы лучше Писал Глинка Если бы он получил Систематическое образование И не был бы Вот таким Каким он был А может быть И не писал бы вообще По крайней мере Вот он И его интерес к рисованию Загубили педагоги Которые требовали От него Чтобы он Подробно В деталях Рисовал какие-то Античные головы Раз за разом Вот эта Тупая долбежка Его Совершенно отвратила Вообще В смысле Обучения Глинка Конечно тоже Очень интересный Пример И воспитания И эпохи Его провезли Из далекой провинции Из смоленского Губерния В Петербург Чтобы отдать В пансион Там были С одной стороны Такие педагоги Как Кюхельбекер Тот самый Кюхельбекер Который Был другом Пушкина И потом Собственно Вылетел Из этого пансиона После восстания Декабристов С другой стороны Один из гувернеров Англичанин Как про него Вспоминает Глинка В те дни Когда давали Кашу Он очень любил Кашу Он под любыми Предлогами Делал замечания Воспитанникам И вечером За это Их лишал каши Каша Сносилась К нему в комнату И он с огромным Аппетитом Ее пожирал Ну что можно было Вынести Из такого пансиона Не знаю Тем не менее Глинка вынес И любовь Уважение К некоторым Педагогам И интерес К жизни Ну и Самое главное Готовность Учиться дальше Учиться Еще раз говорю Несистематически Схватывая Одно вещь Из одного Источника Другую Из другого Ну да Вот Именно так Он был устроен Такой была его жизнь И такой была его музыка Интересно Как он попал в Испанию Откуда он привез Свои замечательные Произведения Он в очередной раз Оказался за границей Жил в Париже Где Общался с Берлиозом Берлиоз Кстати Интересовался Музыкой Глинки Не бескорыстно Взамен Он надеялся Что Глинка Поможет ему Организовать Путешествие в Россию Где Как Глинка Был уверен Берлиоз мечтает Не только славы Но и денег Получить И Глинка Вдруг услышал Что в Испании Находится Ференс Лист С Листом Он был знаком По Петербургу Относился К нему Довольно критически И вообще Интересно Когда современники Судят Друг о друге Не на дистанции Не зная Как их опишут В учебниках А как о живых людях Со своими достоинствами И недостатками Глинка Но тем не менее Лист был вхож В самые высшие круги Глинка Учил испанский язык Уже находясь в Париже И собираясь в Испанию Он С испанцем Начинал переводить С французского Роман Жильблас Он делал перевод Испанец его поправлял Попутно Глинка Учился читать Сервантес В оригинале Ну и так Потихонечку Узнал Испанский язык До такой степени Что В общем Мог на нем говорить Стасов Утверждает В биографии Глинки Что он Знал Неплохо В свое время Английский И персидский Но Из-за того Что не было практики Вот Те знания Этих языков Которые у него Появились Во время учебы В пансионе Понемножку ушли Совершенно Удивительное Отношение Глинки С текстами Вообще Отношение Либритиста И Композитора Очень Интересная Тема Эти отношения Претерпевают Самые разные Фазы В 18 Веке Может быть Даже Поэт Кажется Посетитель Театра Более важной Фигурой Чем композитор То есть Мы там Вполне можем Встретить Оперу Метастазию С музыкой Моцарта Условно говоря В 19 Веке Стихи Кажутся Чем-то Менее Обязательным Лишь бы Влезли в размер Ну и вот Как раз Глинка Пишет по такому Принципу Удивительно Но Например Его Великолепный Вокальный Цикл Жемчужина Глинкинской Музыки Прощание с Петербургом Там Значительное Число Текстов Написано Уже после Того Как были Созданы Создана Музыка Поэт Нестор Кукольник Один из Близких Друзей Глинки Один из Участников Этой самой Богемной Компании Уже писал Когда были Готовые Произведения И Что совсем Уже удивительно Точно Таким же Образом Создавалась Опера Иван Сусанин Опера Жизнь За царя Глинка Только Несколько Частей Оперы Писал Уже На готовый Текст В остальном Его Либритист Барон Розен Должен Был Подгонять Под размер И там Было Разложено Таким Образом Что Глинка Писал Музыку Дальше Выставлялись Размеры Под которые Нужно Было Написать Стихи И как Шутили Знакомые Что у Розена Как будто Был такой Сертучок С карманами В которых Лежали Стихи Разных Размеров И по Заказу А размеры Были Самые Неожиданные Самые Непривычные Розен Говорил Что Написать В таком Размере Невозможно И потом На следующий День Приносил Текст Поэтому За Текстом Вот Как Самоценной Художественной Единицы Следить Иногда Ну Скажем Неловко Не всегда Радостно Он Мыслит Немножко По-другому Текст Сообщает Нам Какие-то Основные Фазы Хотя С другой Стороны Там Некоторые Поэтические Моменты Написаны Например Жуковским И они Как раз Принадлежат Уже К высокой Поэзии В этом Отношении Наследником Глинки Мне кажется Стал Чайковский Который Тоже Допускает Какие-то Совершенно Удивительные Страшные С точки зрения Русского Языка Вещи В своих Операх И наоборот Его антагонистами Становятся Римский Корсаков Мусоргский Которые Тщательно По миллиметрам Выверяют Тексты Своих Опер Глинку Лирическая Поэзия Будь то Поэмы Драматургия Проза Он Делает Какой-то Революционный Шаг Он Изменяет Так Что после Него Становится Невозможным Просто писать Так Как писали До него Язык Вот это Пушкинская Простота Очень похож В этом отношении На него Глинка Вот То как Пишет Оперу Глинка После него Становится Моделью Если мы Говорим О героях То в Итальянской Опере Есть очень Четко Амплуа По голосам Если Герой Молод И Нравственно Безупречен То это Обязательно Тенор Если Герой Поет Баритоном То значит Он Либо В возрасте Либо Скорее Всего Мы должны Подозревать Что у Него Что-то За душой Есть Героиня Обязательно Сопрано Почти Наверняка Ну С исключением Оперы Хроссини Мецисопрано Будет ее Конфиденткой У Россини Бывает Контральта Главной Героиней Но тем не менее Вот эта Система Довольно Четко Определена У Глинки Все Абсолютно По-другому У него Главный Герой Оперы Да Он Не молод Но Все равно Протагонист Не может Быть Басом Ну Просто Не может Быть В европейской Опере У Глинки Иван Сусанин Это Бас Руслан Это Бас Баритон Да И он Уже Совсем Молод Тенор Может Оказаться Каким-то Сомнительным Персонажем И это Начинает Становиться Моделью Для следующих Русских Опер Князь Игорь У Бородина Это тоже Баритон Евгения Онегина Чайковского Он Баритон Не потому Что он Чем-то Не хорош Ну Просто Это Кажется Естественным Голосом Для Композитора И так Далее И так Далее Если Глинка Вокальную музыку Его романсы Как кто-то Подметил На Наверное 80-90% Написаны От первого лица Они написаны Для высокого Мужского Голоса Как раз Глинка Пел Неплохо Пел Тенором И это То Что он Говорит Что называется Миру Это Не условные Лирические Станции Какие-то Героини И герои Под псевдонимами Это исповедь Лирический Дневник Это тоже Становится Моделью Для Последующих Поколений Русских Композиторов О симфонической Музыке Сказать Можно Довольно Мало Глинка Не написал Симфонию И мне кажется Это во многом Как раз Ведет к тому Что он Так мало Исполняется В современной Концертной Практике Если говорить О симфонической Музыке Сборные Концерты Которые Были Абсолютной Нормой Во времена Глинки В том же Париже Берлиоз Составлял Программу Куда Глинка Вставлял Восточные Танцы Из Руслана Людмилы И жаловался По тому Что огромный Оркестр Не смог Сделать Те эффекты На которые Было Рассчитано Вот эти Концерты Где Все было Пестро Соседствовали Самые Неожиданные Произведения Между собой Сейчас Ну не совсем В чести Они Немножко Такой Стали Низким Жанром Следовательно В концерте Будет звучать Симфония Симфонисты В нашей Музыке В полном Смысле Этого Слова Появились Позже Если Говорить О камерной Инструментальной Музыке Она во многом Написана На случай Но Тоже Все равно Глинка В ней Абсолютно Индивидуален Не похож Ни на кого Другого Это его Язык Язык Простой Вот очень характерно Что упрекая Листа За вычурность Пианизма Он Приводит В пример Фильда Как он пишет Ну наверное Филд Правильнее Шотландский Пианист И композитор Который Очень много Прожил В России И как раз Глинка Обращает Внимание На его Естественность Искренность Простоту Вот те качества Которые Свойственны Его музыке Тоже Я не знаю Удалось ли Составить В ходе этого Разговора Портрет Глинки Мне кажется Он до сих пор Ускользает Не только от меня Но и от многих Вокруг Не случайно Недавно Появившись В серии Жизнь Замечательных Людей Книга Она тоже Начинается Именно с того Насколько Глинка Неуловим Насколько Трудно Его описать И Очень много Там Не Он не такой Не такой Ну Мы попытались Все-таки Создать Какой-то Его портрет Надеюсь Вам было Интересно До встречи Спасибо Спасибо